О тех, кто внес достойный вклад в развитие Щелковского района, говорят на заседании районного совета депутатов, решает судьбу звания почетный гражданин, которое в этом году будет присвоено в рамках дня города Щелково. Для депутатов выбор стоял между четырьмя претендентами и в итоге было решено, что почетным гражданином Щелковского района станет летчик-испытатель первого класса Марина Попович. Сегодня в рамках работы совета депутатов было принято решение в этом году присвоить почетное звание почетный гражданин Щелковского муниципального района летчик-испытателю, женщине Марине Лаврентьевне Попович, которая проживает в Щелковском районе, которая ведет очень большую работу по гражданскому воспитанию и в общем-то очень многое сделала для развития Щелковского района. За время своей карьеры Марина Попович налетала более пяти с половиной тысяч часов, освоила порядка сорока типов самолетов и вертолетов, побила более ста мировых рекордов. Знаменитая летчица станет 14-м по счету обладателем звания почетный гражданин Щелковского района и второй женщиной в этом списке. Первой была Валентина Терешкова. В рамках заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению депутаты также обсудили внесение корректировок в положение о муниципальной службе. Новые стандарты диктуют изменения в областном законодательстве. Для муниципальных служащих предусмотрена обязанность при поступлении на муниципальную службу, а также ежегодно в срок до 1 апреля, предоставлять преподателю сведения о том, где мы размещаем в интернете общедоступную информацию и сведения, которые позволяют их идентифицировать. То есть теперь, если муниципальный служащий зарегистрировался в социальных сетях ВКонтакте или Фейсбук, это не только его личное дело. В дальнейшем информацию о размещении личных данных на интернет-ресурсах чиновникам нужно будет предоставлять ежегодно. Я думаю, что это правильно, потому что муниципальная служба – это прежде всего дополнительная ответственность. Планируется, что для предоставления таких данных в администрацию специальная единая форма будет разработана на федеральном уровне. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».